Это занятие снова касается Dynamesh. Добавляю сферу 3D, включаю Edit. Делаю Polymesh 3D, добавляю Matte Cup Gray. Включаю полисетку, она без Dynamesh, пробую на ней стандартную кисть. Далее я активирую Dynamesh подробнее в моем курсе на YouTube Intro to Zen Brush часть 1. Открываю его меню и применяю к сфере. Использую кисть Move и применяю Dynamesh, и сетка перестраивается. Далее я применяю Undo и активирую кнопку Group. Она активирует поддержку групп. Маскирую часть сферы и нажимаю Ctrl плюс W. Из маски создается полигруппа, и маска снимается. Кнопка этой функции находится в меню полигрупп. Если без маски нажать Ctrl W, будет сгруппирован весь мэш, и мы возвращаемся к полигруппе. Включаю Groups и провожу Dynamesh, и полигруппа сохраняется как отдельный тонкий мэш. Провожу Undo и использую Slice Curve. Нажимаю Ctrl плюс W, и сфера снова одна полигруппа. Активирую Group и выбираю кисть Slice Curve. Разделяю сферу линиями Slice Curve. Кнопка Group включена, и применяю Dynamesh. И каждый сегмент становится отдельным мэшем, выделяя его кликом с Ctrl и Shift. А что делала седьмая версия? Новую полигруппу на каждой стороне. Если была включена кнопка Groups, и было разделение на полигруппу, после Dynamesh там получались тонкие мэши. И нужно было сделать несколько дополнительных шагов, выделить маленький кусок, и нарастить выделение, нажать Ctrl W, еще несколько. Сейчас же все, что нужно сделать, это выбрать кисть Slice Curve и разделить мэш. Включить кнопку Groups и провести Dynamesh. И каждая полигруппа отдельный мэш. Можно быстро отделять очень точные элементы, используя Groups с Dynamesh. Конечно, можно продолжить использовать скульптинг. Все эти мэши имеют свою полигруппу. Если выбрать кисть Move и в меню Auto Masking Slider Masked by PG поднять до 100, то можно использовать Move отдельно для каждого мэша, не задевая другие. Клавишу W включаю Gizmo. Если зажать Alt и нажать Shift плюс левую кнопку мыши и провести по пустому пространству, Gizmo привязывается к прямой линии. Ctrl-клик в режиме Gizmo по любой полигруппе маскирует все, кроме нее. И таким мэшем можно манипулировать с помощью Gizmo. Затем нажимаю Q, возвращаюсь в режим Draw. Затем удерживая Ctrl, снимаю маску. Далее можно отделить эти мэши в сабтулы. Выбираю Select Track, кликаю по полигруппе и отделяю ее кнопкой Split Hide. Нажимаю Alt в режиме Gizmo и нажимаю на Reset Orientation. А затем Go to Unmasked Mesh Center. Смещаю строго вверх, затем кликаю с Alt по второму сабтулу, чтобы его выделить или можно кликнуть по нему в стейке. Выделяю сабтул Alt плюс клик, а чтобы отделить все оставшиеся части, нажать кнопку Group Split. Или отделить мэши в сабтулы кнопкой Group Split to Parts, что я и сделал. Теперь каждый мэш отдельный сабтул. Удаляю сабтул кнопкой Delete, затем также удаляю округлые сабтулы с краю. Можно объединить оставшиеся сабтулы в один нажатиями кнопки Merge Down, если выделить самые верхние в стеке. Также можно применить Merge Visible для объединения. Перехожу к Dynamesh, отключаю Groups и полисетку. Затем провожу Dynamesh и мэши объединяются. На поверхности сохраняются полигруппы, но уже это единый мэш. Если Dynamesh имел высокое разрешение, вы бы даже не заметили этих линий. Но их легко разгладить кистью Smooth. Субтитры создавал DimaTorzok